Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире не программа «Время», в эфире программа «Время» с Егором Яковлевым. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы обычно собираемся с коллегой и разговариваем там обо всём и ни о чём, а сегодня мы решили поговорить про конкретную абсолютную вещь, и тому был инфоповод, и даже, не побоюсь, этого будет, и не один. Дело в том, что в прошлом году вот эти все телодвижения, которые я, например, предпринимал, Егор предпринимал, они, наконец, начали выходить из онлайна в оффлайн. Ну, я, может, чуть-чуть пораньше это почувствовал, потому что я... Гений. Конечно, безусловно. Смотрю на себя в зеркало, думаю, божечки, какой же я гений, потому что я просто в полях, я близко к народу. Сначала был наш проект «Историк и журналист», который мы начали делать, и, соответственно, там как-то оно пошло потом, приостановилось, но дальше пойдёт ещё больше. И вот тут, наконец, случилось. Два фестиваля цифровой истории в Петербурге и Москве, причём в Петербурге это был такой тест, в Москве это был такой уже не тест, а прям событие, и это говорит о том, что фактически был придуман новый формат для исторического мероприятия, и вот об этом, собственно, мы сегодня и поговорим. Во-первых, Егор, скажи, пожалуйста, каким образом ты решил организовать подобные мероприятия, в чём ты видел их смысл, прелесть и так далее? Ну, каким образом? Ответ достаточно прост. Стало понятно, что поскольку мы занимаемся историей в интернете в основном, то необходимо переходить на новый уровень и общаться с людьми вживую. Все встречи, которые проходили с читателями у меня, были прекрасны, это великолепная аудитория, энергичная, думающая, интересующаяся, жаждущая диалога, жаждущая ответов на вопросы, и это общение гораздо более конструктивное, чем общение в интернете, где есть много спама, троллинга, хейта и прочего, прочих вещей, которые называют современными вот этими терминами, но на самом деле всё это мусор, и с некоторых пор я, например, в основном это игнорирую и не вступаю в какие-то даже дискуссии в интернете, потому что это просто занимает очень много времени, и, соответственно, отнимает время от работы. А вот мероприятия личного характера, они, конечно, просто необходимы как очередная ступень, очередной этап и в каком-то смысле даже локомотив того, чем мы занимаемся. И в будущем году это будет уже такая регулярная и важная часть нашего проекта, который будет состоять из нескольких вещей. То есть, локомотив – это система фестивалей, кроме этого у нас будут экскурсии, выход книг и по-прежнему лекции на цифровой истории и оперу. То есть, целая система исторического, и не только на самом деле исторического, а в принципе гуманитарного просвещения. Что касается формата. Ну, во-первых, тот формат, который мы продемонстрировали в Петербурге и Москве – это формат, который интересен и приятен лично мне. То есть, это некое отражение моей натуры. Всё, что было на сцене, всё есть в моём существе. Мне нравится история, мне нравится история как наука, мне нравится, когда про историю интересно рассказывают. Кроме того, мне нравится юмор, мне нравится пение, мне нравится хорошее настроение, мне нравятся песни под гитару у костра, и вот я вижу, что, оказывается, всё это нравится не только мне, это создаёт определённую дружескую атмосферу в зале. Уютную. Уютную атмосферу, которая стоит очень дорогого. И именно поэтому эти элементы будут, не только не уйдут в будущих фестивалях, они будут развиваться и масштабироваться, потому что на третьем фестивале мы будем уже работать с профессиональными артистами, с актёрами известными, и они будут только усиливать передачу тех смыслов, которые закладывают в своих выступлениях наши уважаемые лекторы профессиональные историки. То есть, речь идёт о полноценном синтезе некоего шоу и профессионального исторического контента. Можно ли сказать, что по факту был изобретён новый формат вообще подачи этого всего, но ведь в принципе… Ну, я бы не стал говорить о том, что был изобретён, и что всё это абсолютно новое, потому что, мне кажется, это было бы слишком самоуверенно и претенциозно. Вот поэтому, Егор, я с вами и работаю. Но, но, тем не менее, не буду улукавить, мне кажется, что это просто круто, это интересно, смешно и интересно. Я бы сказал так, что отдельно взятые элементы, которые были в этом фестивале, они, конечно, не новы, но мало кому приходило до этого в голову подать просто исторические лекции либо в таком формате, либо перемежающиеся действиями такого формата. И мы действительно увидели, что это находит очень живой отклик у людей. Очень круто, когда какие-то серьёзные разговоры потом, буквально ненадолго, то есть, человек, он как бы включается, и потом он так немножко выдыхает. Тут основная задача какая, смотрите, у нас база – это несколько выступлений профессиональных историков. Очень крутых, кстати. Безусловно, да. Но понятно, что 6 лекций нон-стопом – это вытерпеть очень тяжело даже самой заинтересованной публике, т.е. их внимание нужно переключать, это, в принципе, азы... Методологии. Театрального представления, да, любого, не только театрального, любого представления. И поэтому нужны какие-то перебивки. Стали придумывать какие-то могут быть перебивки. Из этого поиска родилось несколько форматов, которые в будущем году заживут отдельной жизнью. Например, то, что мы опробовали на московском нашем фестивале, это синтез песни, исторической песни и рассказа об эпохе, в которой эта песня была написана. Мы попробовали это на примере знаменитой баллады «Зелёные рукава». В авторской переводе. Да, я давно подступался к переводу этой баллады, и, наконец, это удалось. По легенде, текст этой песни был написан королём Англии Генрихом VIII и посвящён его возлюбленной Анне Болин, за которую он долго и в течение 7 лет безуспешно ухаживал. Существовал известный перевод Самуила Яковлевича Маршака, но Самуила Яковлевича, как это часто с ним бывало, понесло в конкуренцию с автором, и поэтому в его переводе данная песня превратилась в шуточную, а на самом деле она трагическая и отражает переживания мужчины, который потерял свою любовь и у которого такой любви больше, может быть, никогда в жизни и не будет. То есть, у неё какая-то неизбывная тоска, одиночество и всё-таки надежда в том, что ещё не всё потеряно. И вот у Маршака этого нет, у Маршака такая весёлая и полудетская песенка получилась, она прекрасная, но она мало имеет отношения к оригиналу и к тем переживаниям, которые заложены в оригинал. Мне всё время подмывало перевести так, чтобы это ощущение сохранялось, хотя я не настаиваю на том, что мой перевод точный, но я очень старался, и мне кажется, что в третьей-четвёртой строфе мне всё-таки это удалось. И вот мы исполнили прекрасное Нафисаджо Маниязова, исполнила эту песню замечательно, и дальше вышла не менее прекрасная Елена Браун, знаменитый историк Англии, которая очень много выступала в интернете и на канале 365, мы неоднократно с Павлом смотрели его выступление не восхищались, как круто Лена про это рассказывает. Мы её пригласили, и она сумела в небольшом 10-минутном выступлении замечательно рассказать историю Любви Генриха и Анны Болейн, и, собственно, раскрыть, придать исполненной песне масштаб нового измерения. На мой взгляд, я несколько раз пересмотрел этот эпизод фестиваля в записи, и оказалось, что выглядит хорошо, интересно, и мы решили этот формат масштабировать и сделать отдельную программу, которая будет завязана на исторических песнях и пояснениях историков, или, в частности, моих пояснениях, о чём эти песни были написаны, как они отражают свою эпоху. То есть, я думаю, что уже зимой 2019 года мы такую программу представим. Это один момент. Второй момент, который тоже очень интересен – это приглашение для диалога советских людей, людей патриархов, скажем так, людей в возрасте, которые могут рассказать свою большую и богатую биографию. У нас таких гостей на фестивале было два, мы не заявляли их в программе, это были сюрпризы, и в дальнейшем такие сюрпризы будут на наших фестивалях. С точки зрения медийного веса будут очень серьёзные сюрпризы. Мы уже знаем гостей, которые будут представлены на мартовском фестивале и на майском тоже. Это люди, которые действительно обладают фантастическими, богатейшими биографиями и могут рассказать очень многое из того, что будет полезно в первую очередь молодому зрителю. Ну, а на московском фестивале у нас таких гостей было два – Иван Григорьевич Носарев, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы и автор замечательных, просто потрясающих пронзительных воспоминаний, которые были представлены также на фестивале, они были изданы нашим другом Баиром Оренчеевым. Ивану Григорьевичу 93 года, он бодро поднялся на сцену, и вот когда он поднимался, мы с Баиром ещё условились, что мы предложим залу приветствовать Ивана Григорьевича овацией стоя, но самое потрясающее заключалось в том, что это не потребовалось. Зал и без подсказки встал самостоятельно, я очень долго аплодировал, как я написал в своём отчёте по велению сердца и совести, т.е. героизм нашего народа, и в частности конкретного человека, он находит безусловный отклик в сердцах сотен тысяч людей, срез которых находился в этот момент в зале. Будьте откровенны, это был самый сильный момент вообще в фестивале. У нас на фестивале часто люди смеялись, а вот этот момент был, мне очень многие потом говорили и писали, что просто слёзы на глазах стояли. Это был сильный момент, и спасибо большое за это Ивану Григорьевичу, что он нашёл возможность к нам прибыть, и Баиру, который этому замечательно содействовал. И второй гостью у нас был замечательный Вячеслав Михайлович Назарук, знаменитый художник, мультипликатор, режиссёр, создатель легендарного образа… Один из создателей, один из крёстных отцов, так было бы корректно сказать. Образов кота Леопольда, а также фантастического мультфильма «Мама для мамонтёнка». Ещё раз «Ковбой-два ковбой», мой любимый в детстве. Т.е. мы были сами с Павлом счастливы о знакомстве с этим человеком-легендой. Да, это правда. Хорошо. И такие форматы тоже обязательно будут повторяться и масштабироваться на следующих мероприятиях. Егор, такой вопрос – может ли серьёзный историк читать рэп? Может. Серьёзные историки, очень разноплановые люди, они увлекаются очень многим, но я считаю, что… Ведь здесь есть какой вопрос, понимаете, в чём дело? Вопрос – вот если ты низко, ты можешь делать всё, что угодно. Главное – делать это хорошо и со вкусом. Если ты делаешь это со вкусом, интеллигентно, это значит, что у тебя получается. Если ты делаешь это неинтеллигентно, безвкусно и пошло – это значит, у тебя не получается. Ты можешь и академическую лекцию читать пошло. Ну, в общем, это не наш стиль. Я не вижу никаких проблем с чтением рэпа, мне кажется, это очень весело, интересно и круто. На самом деле… Я допускаю, кстати, что некоторые люди могут вас… Ну, вот смотрите, мы читали рэп, посвящённый… Это было переложение знаменитого диспута историков Погодина и Костомарова, который случился в 1859 году. Погодин и Костомаров спорили о нормандской проблеме. Погодин был норманистом, считал, что основателями российского государства были скандинавы, варяги, а Костомаров ему оппонировал. Он считал, что русы – это выходцы из литовской жмуди, с южного берега Балтийского моря. И этот диспут был сенсацией для своей эпохи, это был даже элемент шоу-бизнеса, потому что билеты на него стоили от 3 до 5 рублей, это баснословные деньги, просто Санкт-Петербургский университет, где всё это происходило, брали фактически штурм. То есть, это было такое событие нерядовое. От 3 до 5 рублей можно было снять где-то на песках, в принципе, комнату, а иногда даже и квартиру. На песке имеется в виду окраина Петербурга. Победитель в этом диспуте не определился, считается, что он закончил сам ничью, хотя Погодин уезжал в Москву с тяжёлым сердцем, потому что он думал, что победа у него в кармане. И многие, кстати, так думали, Чернышевский отговаривал Костомарова от того, чтобы принять вызов, но Костомаров оказался кремнём и принял этот вызов. И, в общем, на самом деле не без оснований, потому что на том уровне развития науки много ещё было непонятно, и поэтому и та, и другая сторона выдвигали достаточно здравые аргументы. То есть, версусы, друзья мои, родились ещё в XIX веке, а ещё и раньше, на самом деле. Да, и вот эта полемика на самом деле была, если мы говорим сейчас об исторической части, эта полемика была плодотворна, потому что и тот, и другой учёный, несмотря на разницу своих позиций, они подталкивали научную мысль, вырабатывая аргументы и контраргументы, стремясь устранить противоречия в исторической картине, которые существовали. Ну, там и отчасти продолжают существовать, но тогда их существовало гораздо больше, потому что наука знала гораздо меньше. Там археологии практически не было, и летописание было не изучено, т.е. ещё нет Рабур-Шахматова, там ещё какие-то только первые робкие попытки подступиться к изучению русских летописей происходили. Мы переложили аргументы Погодина и Костомарова очень близко к их реальному существу, и поэтому я не удивлюсь, что кому-то из зрителей и даже из студентов исторического факультета это переложение западёт в голову и заставит их что-то запомнить, как мнемоническое правило. Вот поэтому я не вижу в этом ничего такого предосудительного, и более того, я считаю, что это классно, и собираюсь этим заниматься и в дальнейшем. И припевчик, на самом деле, очень садится за уши. Да, припевчик классный, припевчик придумал Паша, основной текст. Я придумал основной текст, но я придумал в своём варианте, в таком народном, а Егор вот как раз... Как перец обычно придумал. А Егор, в чём его как раз прелесть и заслуга и так далее, он переделал этот текст именно с точки зрения научной базы, и этот рэп-баттл, он будет очень серьёзно отличаться от общепринятых рэп-баттлов, потому что общепринятые рэп-баттлы, это такое ха-ха-ха, но есть ещё и конкретные факты, данные и так далее. Поэтому действительно мы планируем этим заниматься, это непосредственно. Да, мы собираемся снять клип, чтобы можно было представить этот формат широкой публике. Да, более того, вот это всё, что мы делаем, и вот «Зелёные рукава» мы сейчас, наверное, тоже запишем, оно подтолкнуло меня, я хотел делать такой сайт-проект, назывался он «Оса для сердца», просто мы только с Фисой под гитару, я его забросил, а сейчас вот что-то я его хочу реанимировать, в общем, это всё завязывается в очень интересную историю. Я бы вот ещё хотел на что акцентировать, такое внимание, в 19 веке были случаи, когда, по-моему, Акцаков приходил провожать Герцена, когда его выгоняли из страны, вот такое очень уважительное отношение друг к другу оппонентов. То есть, несмотря на то, что люди могли не соглашаться в политических своих взглядах и так далее, тем не менее, они могли спокойно сидеть за ним столом, что-то обсуждать, ну, иногда, конечно, с экспрессией, может быть, но тем не менее. И вот это тоже, мне кажется, большая ценность, которую мы сейчас немножко потеряли в наше время. Ну, мы её и приобрели. Вот у нас на фестивале как раз в качестве одного из элементов я бы назвал очень уважительное отношение вообще коллег друг к другу, потому что, ну, в частности, произошёл такой случай, было недоразумение, произошедшее несколько лет назад между Евгением Юрьевичем Спицыным, известным педагогом нашим, советником-ректором Московского государственного педагогического университета, очень хорошим организатором, у них очень толковый канал на Ютубе МПГУ, который входит в пятёрку лучших вузовских каналов сейчас, и Алексеем Валерьевичем Исаевым, нашим главным историком Второй мировой войны, и удалось их фактически помирить, т.е. там существовала какая-то недомолвка, и я честно вам скажу, что перед фестивалем, поскольку они должны были выступать в одном блоке, там мне всю личку завалили, что как же так, вот вы и того, и другого, да это какой-то трэш, да это никакой не трэш, просто все взрослые люди, я поговорил с обоими, выяснилось, что по большому счёту они вот этой размовке не придают никакого значения, никаких непреодолимых там проблем нет абсолютно, вот, и как только они повстречались, они пожали друг другу руки, дальше Спицын взял Исаева под локоток, сказал, у меня есть к вам вопрос, вот, и то, что там происходило потом на банкете, это было очень весело и душевно, вот, поэтому я как раз этим вот очень доволен и рад, и более того, в чём качественная победа, да, дело в том, что Исаев действительно является выдающимся современным историком, а Спицын является выдающимся современным популяризатором, и самое главное, что мы можем сделать в данном случае, это свести историк с популяризатором и педагогом и сформировать из них команду, потому что информация от историка, который вскопал до человека, который распространяет, она должна доходить быстро и без помех, вот, и вот это главное, да, чем мы должны заниматься, вот, то есть, нет, конечно, это не главное, чем мы должны заниматься, но одна из важных вещей, да, потому что фестивали проходят, а есть какая-то повседневная, каждодневная работа, и Спицын, который является очень харизматичным, авторитетным человеком, записывает видео, часто выступает на телевидении, на радио, в интернете, вот, теперь у него есть мост с Исаевым, который может обеспечить хорошего популяризатора, качественной информацией исторической, полученной, ну, буквально, так сказать, вот только-только, да, только-только найденный им в архивах, вот, и вот этот мост, он очень важен, и, как бы, чем дальше, тем больше таких мостов мы постараемся создать. Немножечко пафоса хотелось бы подпустить, смотри… Не надо, у нас нет пафоса, у нас наоборот. Ну, хорошо, но, тем не менее, у меня есть ощущение, ну, то есть, почему я, например, и я думаю, что и ты тоже, почему я этим занимаюсь, потому что я вижу, что вот эта деятельность, она аккумулирует очень хорошую аудиторию. Так точно, да. То есть, это люди, то есть, что я хочу сказать, YouTube большой, там чего-то-то нет, а есть люди, которым хочется определённых вещей, а их нигде нет, в телевизоре их нет, да, то есть, возможно, они есть где-то там на каких-то там кулуарных собраниях, вузовских или так далее, но либо про них никто не знает, либо это доступно очень узкому кругу и так далее. Я заметил ещё уже там 2-3 года назад вот эту потребность на самом деле объединяться под эгидой чего-то, объединяться, находить себе собеседников. У меня вот конкретные случаи, у меня люди, которые ходят ко мне на экскурсии, они там объединяются, один раз они приехали в Питер сами, вот сейчас у нас новый там чат в WhatsApp, они там переписываются и так далее. Вот буквально я тут читал лекцию про народную волю, уже взрослый сын привёл ещё к, естественно, более взрослого отца. И вот это очень круто. И у меня есть ощущение, что вот в этом болтыхании идеологическом, ну то есть у нас, я вижу, что вот правительство и все, кто рулит, они иногда, мне кажется, сами вот не до конца понимают, туда ли они пускают вектор вот этот вот медийный, который направлен на какую-то концепцию развития страны и так далее. И мне есть такое тайное ощущение, что вот этот формат не только, возможно, наш, а вообще там ещё, может быть, ряда людей, которые проводят мероприятия подобного рода, они могут стать некой базой для выстраивания чего-то очень большого, светлого, крупного и так далее. Ну, я понимаю, что это пафос, но тем не менее. Мне бы хотелось об этом тоже поговорить с тобой. Ну, я бы сказал так, что основная проблема заключается в том, что народ дезориентирован, народ не понимает, где находится, а, он не понимает, где находится базовая информация, которой можно верить, и б, отсутствует критическое мышление, т.е. это в силу... Я тебе, извините, перебью, вот я в своё время придумал такой, ну, не придумал, точнее, он не родился, посттравматический имперский синдром у нас, или посттравматический синдром, я даже вот, когда брал интервью у директрисы музея в шалаше, она даже попросила, можно взять на вооружение. Мне кажется, что у нас нация пережила стресс, и сейчас мы находимся в стадии, когда вот послестрессовое такое состояние у людей. Ну, я про это уже говорил, стрессовое состояние, оно слегка прошло, стрессовое состояние, ты имеешь в виду 90-е годы? Да, 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 оно прошло. Стрессовое состояние, оно прошло, сейчас у нас другая проблема, у нас сейчас есть явные черты фашизации, я тоже уже про это говорил, не устаю, т.е. основная концепция государственной политики, и в том числе и исторической политики, это социальный мир плюс внешний враг, т.е. есть условные пиндосы, и в борьбе с ними надо сплотиться всем-всем-всем-всем-всем. Ой, я смотрю пиндосы, я неправильно. Да, мы, конечно, с этим согласиться не можем, и это движение к фашизации, оно очень пугает, и в частности это проявляется в тех исторических киноработах, которые у нас заполонили центральные телеканалы, мы это видим постоянно, в диапазоне от демона революции до последнего фильма Елены Чевчевадзе «Революция заподнят для России», которую мы с Дмитрием Юрьевичем разбираем, не без успеха в нашей очередной серии, но там просто лютейший бред. И должно быть какое-то противоядие от всего вот этого мракобесия, и вот, собственно, наши мероприятия, они и в частности являют, помимо того, что это просто образование и просто развлечение, это ещё и противоядие от этого мракобесия и от этой фашизации, потому что общество человеческого равенства, к которому мы все стремимся, оно несовместимо с социальным расизмом, а именно его и пытаются закрепить подобные картины. Вот как-то так. Это тоже важнейшая часть миссии. Хорошо. Тогда мы можем как-то этапно рассказать хотя бы про что-то, что уже грядёт хотя бы в двух словах? Да, вполне возможно. Можем рассказать о нескольких формах. Ну, во-первых, фестиваль «Цифровая история». Весной ожидает два фестиваля. Первый пройдёт в Москве в марте, он будет посвящён теме истории и кино, и он будет двухдневным. Второй фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, он пройдёт в мае, он будет посвящён Великой Отечественной войне, мы планируем, что это будет крупнейший военно-исторический фестиваль, посвящённый событиям Второй мировой в стране. И третье мероприятие пройдёт летом, мы сейчас в июле, скорее всего, мы просто скажем, что это событие будет грандиозным, на котором мы рассчитываем привлечь несколько тысяч человек, пройдёт оно в Подмосковье, и тут у нас есть большие планы, подробности пока рассказывать не будем. Помимо этого мы с Павлом рассчитываем прокатиться по регионам и представить зрителям несколько форматов. Вот наш классический формат «Историк и журналист», где мы рассказываем что-то интересное, демонстрируем видео, фрагменты, хронику. А теперь, может, ещё даже и споём. Да, лекционы. И второй формат, этот формат с песнями, о которым я говорил вначале. Я думаю, что первое такое представление мы покажем уже в феврале. Да, и в этой связи, друзья мои, я сейчас, в принципе, сам и Егор по своим каналам, мы выбираем вообще города и так далее. Я просто совершенно точно знаю, что это всё дико востребовано во всей России. Вы должны понимать, вот знаете, иногда пишите, а когда к нам, я не знаю, в Екатеринбург? Ну, хороший, конечно, вопрос, да, но мы живём в Петербурге, да, то есть вы же понимаете, чтобы приехать в тот же самый Екатеринбург, а уж тем более организовать там фестиваль, это делается не с кондачка и так далее. Поэтому мы сейчас рассматриваем различные варианты, охватывая, конечно, сначала ключевые какие-то города по России, и у нас есть там и свои какие-то подвязки и так далее, но, как у меня лично было, например, и в Владивостоке, и в Казани, с Владивостоком вообще очень интересная история, человек, который мне там организовал лекцию, теперь обеспечивает на определённые технические организационные моменты на нашем фестивале в Петербурге и Москве. Представляете, как мир тесен? Так вот, если у вас есть не просто желание, желание есть у многих, я понимаю, прекрасно, и мы это очень ценим, и большое спасибо. Нет, я имею в виду, если у вас есть какие-то конкретные предложения или, может быть, какие-то конкретные возможности выйти на кого-то или организовать что-то, подобрать какую-то площадку, или она у вас уже есть, вот это я имею в виду, да, то вы можете смело обращаться к Егору, ко мне, наши все данные открыты в интернетах, пишите, и мы с удовольствием рассмотрим все предложенные варианты. Не факт, что мы их все выберем, не факт, что мы, может быть, вообще что-нибудь выберем, но, тем не менее, я не исключаю такой вариант, что среди них будут вполне рабочие, так сказать, предложения. Имейте это в виду, собственно. Ну, что же, Егор, будем надеяться на большое светлое будущее. Вы следите за анонсами, следите везде, следите на ресурсах цифровой истории, на личных наших страницах ВКонтакте, особенно Егора и меня. На Опер.ру, конечно. На Опер.ру следите и так далее. Ну, и от себя хочу, ну, и не только от себя, от Егора. Я хочу сказать большое, на самом деле, спасибо, потому что я вижу, что вот все то, чем Егор занимался, и я занимался многие года, на самом деле, вот эти упорные многие года, оно сейчас начинает воплощаться в то, что действительно нравится, и то, чем очень хочется заниматься. И я крайне надеюсь, что, возможно, в этом году мы с Егором, может, только этим и будем, наконец, заниматься, потому что мы тоже люди подневольные, рабочие и так далее и тому подобное. Я бы в заключении хотел сказать огромное спасибо аудитории, потому что глаза людей, которые приходят в зал, слушают нас, общаются с нами, задают нам вопросы. Это самый главный мотиватор. Я об этом говорил со сцены и готов повторить ещё раз, что без нашей аудитории мы никто. И большое за это вам спасибо. Это правда. Я иногда, знаете, вот когда сезон, лето, и надо опять ехать в Москву, а ты устала, что-то тебе так задолбало, и вот сидишь и думаешь, может, всё отменить, сдать билеты. А потом, как бы, ты вспоминаешь свои прошлые мероприятия, ты вспоминаешь этих людей, ты вспоминаешь их глаза, их вопросы, эту атмосферу, ты садишься в паровоз и вперёд. Дорогие друзья, уже открыта продажа билетов на третий научно-популярный фестиваль «Цифровая история», который пройдёт 16-17 марта в московском конгресс-холле Останкино. До 8 января включительно на оба дня действует новогодний промокод, дающий скидку в 10% на любой билет. Промокод звучит как New Year 19. Ссылка на покупку билетов есть в описании под этим выпуском. Оставляйте ваши комментарии под этим выпуском. Да, спасибо вам большое. Вот теперь точно пока. Субтитры создавал DimaTorzok